Друзья, сегодня у нас такое себе информационное интересное видео о 10 гигабитах у нас в студии. И сейчас многие справедливо скажут, так было уже про 10 гигабит, было да сплыло. Дело в том, что провайдер, который нам давал 10 гигабит триолан, мирно сдулся в том плане, что он там поссорился с сам собой, и нас от десятки отключили по каким-то вообще независимым от нас причинам, хотя все договоренности мы выполняли. Ну, мы объявили тендер, и появился один провайдер, который смог нам опять завести другую линию в 10 гигабит, при этом получилось все намного интереснее и быстрее, и стабильнее уже по прошествии, допустим, того же там, сколько мы месяца, Вань? Два или три месяца уже, да, на новом провайдере, и у нас ни разу мы не выбивались вообще ни этом. Но сегодня не о провайдере, на самом-то деле, провайдер хороший, все отлично. Ну, а давайте поговорим о том, зачем студии Технозон 10 гигабит, какое оборудование мы используем, какие роутеры, какие сетевые карты, ну, а слушайте, а если уж вы все-таки меня начнете заваливать какой-то провайдер, а действительно начнете, это я 100% уверен, ну, давайте я сейчас перейду на сайт провайдера, это Gigabit Group, вот здесь вот Go Gigabit, Gigabit Group, ссылочка в описании под видео, это Запорожье и Запорожская область, не ищите, тотально там по всей Украине, нет, Запорожье и Запорожской области, действительно, вот, не кривя душой, у нас около трех месяцев вообще ни одного вылета не было. То есть, можете пойти по ссылочке, посмотреть, что за провайдер, я сейчас полностью перевожусь уже на него по прошествии теста. Ну, ладно, опять же, не о провайдере. Ну, те, кто меня спрашивают, зачем 10 Gigabit, я вам сейчас вообще объясню, почему 10. Мы сейчас на моем ноутбуке Acer Nitro 5, ой, Nitro 5, господи, мы на Helios E300, на Predator, у меня здесь стоит AX210, адаптер Intel AX210, у него connection speed около 1.7-1.8, и, конечно же, больше 1.7-1.8 он не выдаст ни при каком раскладе. Но дело в том, что это возможно на тарифе от 2.5 Гбит. То есть, вот мы сейчас видим один, грубо говоря, 1570 Мбит на загрузку и 1100 на выгрузку. Это даже через спид-тест, это мы даже не берем в расчет, допустим, что на Hyperfe мы получили бы больше. И это действительно удобно, объясню наши моменты. Ну, первое, мы тестируем оборудование, и, допустим, без такого интернета мы бы не смогли оттестировать, например, тот же самый AX210. Можно, конечно, создать лабораторные условия, можно гонять внутри сети, поставить кучу свечей, но это не наш метод. На внешний мир это всегда самый лучший показатель. Давайте еще разочек тот же самый тест. И, кстати, я надеюсь, вы запаслись кофейком, чайком сегодня. Действительно интересно. Я специально буду, знаете, такой ламповый обзор я буду с кофейком. Пока у нас проходит тест, опять же, мы видим, даже больше, здесь будет 1.6, вот видите, 1600 Мбит. То есть, все равно зависит, все равно упирается в отдающую сторону, в загруженность линий на текущий момент. Поэтому имеем, что имеем. Но это очень неплохо. Особенно после того, как Google Drive обновился, и он, можно сказать, убрал ограничения от скорости закачки и скорости выгрузки, то я с ним работаю как с простым диском. Но это то, что касаемо ноутбука. И Wi-Fi у нас везде одинаков примерно. Вот я сейчас вам включу запись. Давайте, сейчас я вам включу второй компьютер. Мы сейчас на нашем втором компе, и здесь все намного интереснее. Например, для тестирования материнской платы Asus Z590, это у нас TAV Gaming Z590+, у которой тоже Wi-Fi 6, нам, опять же, понадобился 10-гигабитный интернет. А теперь, почему 10-гигабит? Мы еще сейчас... Подождите. Вообще, стойте. Слушайте, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, потому что у нас самые интересные обзоры еще и розыгрыши. Розыгрыши, цены, призовые, подарковые, ссылки на очередной розыгрыш в описании под видео. Я вам сейчас еще пойду покажу, как это у нас устроено, и что мы там используем, и какой роутер у нас выдает вот такие вот показатели. Смотрите, например, для тестирования TAV Gaming нам пришлось тоже использовать высокоскоростной интернет, потому что никто не показывает, как TAV Gaming работает на Wi-Fi 6, а у него на самом-то деле, видите, есть антенна и Wi-Fi 6 встроенный. Мало того, у нас на TAV Gaming заведен и десятка заведена. Смотрите, вот сейчас я вам покажу сетевые адаптеры. У нас есть AX201 на 160 МГц. И есть еще вот такая вот классная штука TN9710P. Это 10-гигабитная сетевая карта. И вот здесь вот уже все по-другому. Это вот такой вот, кстати, смотрите, Edimax. Это 9320. Я вам скажу, не самая топовая 10-гигабитная карта, но далеко не самая плохая. Тут самая большая проблема получить от отдающей стороны нормальную скорость. Потому что, когда мы начинаем тестить, очень редко мы получаем десятку. Когда вот не загружены магистрали, там в 3 часа ночи мы можем 10, конечно, выдавить из провайдера, на которого тестим. Наш провайдер дает честную десятку, это мы уже тестировали на внутренние сервера провайдера, мы десятку гоняем. А вот если уже там брать трассы, допустим, на Нидерланды, на Францию, то Франция там вообще не пишет. У нас 40 гигабит, но Францию мы будем с вами вот таким вот образом рубить, потому что мы не хотим отдавать на внешний трафик внутри Франции, пожалуйста. И вот то же самое мы можем запустить. Здесь тоже спид-тест. Самое интересное, вы меня спросите, а вот если там 10 гигабит, то почему на Wi-Fi у тебя сейчас 1.7? И почему, давайте на внешний какой-то, вот прям на Киев, подальше от меня. И почему, допустим, показывает 1.7, при том, что тот роутер, который мы используем, это Xiaomi AX6000, это один из самых мощных, один из самых лучших роутеров на рынке в плане 2.5 гигабит роутеров и с отдачей там сумасшедшей. Там реально он отдает все 2.5 гигабита. Но почему вот именно мы видим такие цифры? Почему мы не видим 2.5? Потому что все зависит от адаптера. Например, тот же самый AX210 с его коннектом он дает, ну не больше. Вот давайте я сейчас зайду в свойства адаптера. Сейчас там закончится у нас... Ну вот, блин, поставили антенну, да, какую-то вшивенькую. И уже у нас на отдачу там есть какое-то ограничение. То есть у нас Wi-Fi 6 на ТАФе вот как-то так не очень хорошо сработал. И мы уже понимаем, что есть там какая-то проблема. И лучше, конечно, встроенный адаптер не использовать. Лучше использовать какой-то свой. То есть мы имеем на загрузку ой-ой-ой, а на выгрузку фигню. И тут вопрос уже самой материнки или самой операционной системы у нас там есть момент. Потому что мы имеем с вами другой конк, на котором показывается все как есть. Но давайте сейчас мы с вами, перед тем, как я покажу вам десятку, то есть как она работает, в общем, мы подключим кабель. Пошли посмотрим, как у нас это все подключено и как нам Gigabit Provider заводил это все дело. Ну что, пошли, я вам сейчас покажу, как это у нас устроено. Давай, проходи первое туда, иди. И сразу мы видим, у нас там стоит свитч Zuhel и стоит AX6000. Смотрите. Вообще покажи нашу хрома. У нас тут хрома студия большая. Смотрите. Здесь у нас самый простой, тупой свитч на 10 гигабит. Два порта десятки. Сюда заходит провайдерская оптика через SFP модуль. Через второй SFP модуль мы отдаем 10 гигабит на вот этот вот LAN кабель. Это CAT6E, по-моему, или, ну, не помню уже. Это у нас два порта 2,5 гигабита. Это отдается на роутер AX6 и 10 портов гигабитных, которые мы не используем. По роутеру. По роутеру мы используем AX6000 от Xiaomi. А, сколько он у нас работает? Уже без перезагрузки. Вечность. Вечность, да. Около двух лет он перезагружался три или четыре раза, когда получал новую прошивку. В другом моменте он вообще не выключался. Это промышленное помещение. Здесь плановых отключений света нет. И у нас это все вот таким вот образом устроено. Wi-Fi на AX. Слушайте, ну, вообще про него рассказывать можно много. Я ссылку в описании под видео закинул. Ссылку в описании под видео закинул. И, в принципе, ссылку на проверенных продавцов тоже туда кинул. Это один из лучших роутеров. Он пробивает там, где вздыхают кинетики, TP-линки, Asus по покрытию, AX6000. Именно на китайской прошивке просто-напросто взорвет вам мозг. Дальше. Мы, когда переподключились, то есть, когда у нас в последнее время Trialan уже все, он вздыхал, ну, какие-то... Реально я их не понял, честно вам скажу. Мы получили здесь стабильную десятку. Мы пару раз ловили 10 гигабит на стабильных каких-то провайдеров. И вот сейчас мы с вами сели. Я вам показываю свой компьютер, где у нас какие-то вопросы с отдачей на TAF. Будем сейчас проверять, эта система или сам по себе TAF Gaming у нас выпендривается. Я вам скажу, для чего нужно 2.5. И почему 2.5 нельзя было взять тариф, а в разрезе 10. Вообще на магистралях идет, те, которые у нас здесь есть, это 10, ну, грубо говоря, да, там 10, 100, 1000 и 10 гигабит. 2.5 как таковых тарифов или как таковых линий, ну, по сути, нет. Они есть уже в преобразовании через вот такие вот свечи, когда заходит десятка и отдается 2.5. Поэтому вот нам пришлось взять 10. Это первое. Почему мы, в принципе, на десятку и перешли? Потому что нам нужно тестировать огромное количество устройств, у которых есть на текущий момент 2.5 гигабита. Насколько 2.5 гигабита на текущий момент актуально? Актуально, ребята. Игровики, вы заметьте, TAF Gaming, ASUS ROG уже все идут с 2.5 портами. Все топовые роутеры игровые идут 2.5 порты. Потом мы используем также вот, смотрите, мы используем сетевые карты Edimax через вот эти вот Type-C порты. То есть, грубо говоря, могу ноутбук сейчас раскачать на 2.5, он будет выдавать 2.34. Вот мы, кстати, обзор на это кинем в описании под видео. Посмотрите, там четко 2.34 выдает. Мы можем выдавать. И почему именно на внешний мир? А теперь смотрите. Видите вот этот вот TAF Gaming, да? 1486 на 83. А вот внутри сети, внутри сети он себя ведет очень даже отлично. И спокойно показывает. Хотя все остальные устройства у нас на внешний мир отдают нормально, больше гигабита. И вот теперь мы думаем, а вот в чем вопрос? И мы понимаем, что есть какой-то внешний фактор, есть какой-то внутренний. Поэтому тестировать на внешний мир на 10-гигабитном интернете обязательно. Сейчас мы подключили LAN-порт. Смотрите, вот мы сейчас сеть, подключено. Давайте посмотрим информацию. И видим, что у нас здесь вот 10-гигабитный адаптер и скорость линии прием-передача 10 гигабит. То есть мы получили реальную десяточку. При том, что, ну, допустим, мы запустим этот же спид-тест на провайдера, на ту же дату групп. И мы получим реальный результат, ну, не больше, там, трех-четырех, может быть, даже двух с половиной. Потому что при текущей загруженности сетей днем получить чистую десятку просто нереально. Мы это все понимаем. Магистраль, ну, вот 2, и 2, 2, и 3. То есть, если я сейчас включу Magic Hyperf на внешний мир куда-то, возможно, по магистралям мы около 4-х гигабит получим. И самое интересное, смотрите, у нас, опять же, на ТАФе, на ТАФе даже стоит сетевая карта внешняя, у нас все равно отдает 2, вернее, принимает 236, отдает 170 с мелочью. То есть здесь мы уже должны копаться в самой системе. Поэтому мы, в принципе, так, ну, эти, слушайте, по провайдерам погуляем. Какие у нас провайдеры что отдают? Это, кстати, интересный момент. Например, внутри нашего города, там, тот же самый Kitchkas Network. Вот сейчас мы увидим, что у нас внутри города творится. Но то, что Gigabyte Group, который, ой, Gigabyte Group, который у нас есть, это один из лучших. Вот, смотрите, на Kitchkas мы получаем 5 гигабит. То есть, внутри, то есть, мой провайдер, я в нем уверен, вот, в гигабите, он десятку дает. Здесь вот на Kitchkas мы получаем 5 гигабит. Круто, круто. То есть, а смотрите на отдачу. Вот сейчас вот, вот что нам, видите, отдает, вот он, вот мать у нас, не мать, а сама операционная система режет вот в процентном соотношении отдачу. И я не могу понять. Я, наверное, перетыкаю в Инду. Мы уже облазили все системные настройки. Ну, просто-напросто бешенство. Но 5 гигабит. Ребят, кто, кто у нас может похвастаться 5 гигабитами для тестов? Можем выбрать другого провайдера, какого-то местного. То есть, нам это, нам такая скорость позволяет еще и проверять местных провайдеров. Ну, например, там, Ситинет. То есть, если мой гигабит стоит... А, кстати, слушайте, а знаете, в чем фишка? Мы, когда объявили тендер, они вообще технически единственные, кто смог нам провести... Триолан может, но я не знаю, что он... О, смотрите. Ситинет, пожалуйста, 700 мегабит. Кому, какие услуги вы предоставляете? Что это? А, ну, тихо. Хваленый Дианет. У меня была фишка с Дианетом. У нас в Запорожье есть такой мегаговеный провайдер. Я это говорю абсолютно адекватно, потому что у моей мамы на Новый год в 31 числа мы не смогли смотреть телевидение. В конечном итоге у них не работала даже служба поддержки. И это был просто трешак. Это был трешак. Фактически к нам выехали... К маме выехала служба ремонта где-то 3 числа. И то там была проблема в их кабеле от... Ой, слушайте, а что за пинг такой? Ну, что это такое? Дианет, Дианет, что это такое? И они тарифы дают за 500 мегабит знаете сколько? Это просто жесть. Я за 10 гигабит плачу столько, а сколько они за 500? Я вам серьезно говорю. Ну, вот гигабит, чуть больше гигабита. То есть, ну, сами понимаете, да? Поэтому я считаю, что скоро, вообще скоро все придет на круги своя и будет как минимум 2,5. То есть будут магистрали у нас десятки. 2,5 смогут давать как обычный тариф. И многие там скажут, спецы, они будут правы на самом-то деле, что 2,5 не нужен. Но нужен чистый гигабит. Вот поверьте, гигабит чистый гигабит дает, даже больше дает, как вы видите. Слушайте, а кого еще по Запорожью проверить? Мне прям аж интересно. Вот кичка с ничего так. Ну, гигабит, понятное дело, лучше. Потому что как базовый выдал больше всех. Ой, Дионет, это вообще, я вам скажу, такая у меня была жопа с ним. Понятное дело, что куда-нибудь, на Нидерланды, на какого-то провайдера. Давайте попробуем все это дело сделать через Magic Iperf. Это будет намного интереснее. Хотя я вам скажу, Magic Iperf... Ой, на русском надо. Magic Iperf у нас не даст желаемого результата. Потому что не факт, что у нас отдадут эти провайдеры с достаточной скоростью. Вы сейчас в этом убедитесь. Потому что они могут только писать. Вот, смотрите, в публичных серверах есть у нас Гармония, да, хостинг. Это Франция. Они обещают 40 гигабит, но на самом деле они не отдают. То есть принять они могут. Отдать почему-то у них вот такая вот есть какая-то ревностная политика. То есть вот смотрите, давайте зададим времени. Зададим потоков побольше. Потому что все-таки на 10 гигабит это как минимум 80 потоков надо. И порт. Дадим, ну 92 они используют. Какой-нибудь 11. И попробуем. Видите, меня даже сбросили с таким количеством потоков. Ага, сервер занят. Давайте 0,9 попробуем. О, что-то пошло. Что-то пошло, посмотрим. Смотрим. Запустили, кстати, с ключом R. Уже в конце дописали. Посмотрим. 1,2 гигабита, 1,54, 1,52, 1,39. Ну вот вам и результат. То есть между странами десятка есть. Да, она классная. Потому что я по сути одновременно могу получить сюда 1,5 сюда, 1,5 в другую страну, 1,5 в третью. Это если у меня будет много рабочих станций, которые будут использовать эти самые 10 гигабит. То есть если я сейчас поставлю другого какого-то провайдера, давайте посмотрим. Давайте внутри страны посмотрим. Какой-нибудь у нас тут воля есть. По крайней мере в моей стране. Так, у него порты 5201. Единственный порт. Кстати, что-то воля у нас с одним портом как-то подкачала. Смотрим. 337, 334, 356, 332. Но самое интересное, опять же, это не мой провайдер. Потому что мой провайдер дает. Вот вы видели пятерочку, поэтому тут уже говорить тяжело. Тут нужно уже воле думать о том, что у нее не десяточка. Хотя они и не заявляются десяточку. А вот у нас есть пинг онлайн, тоже французский. Но он, скорее всего, нам, да, он занят. Он не даст нам ничего проводить. Сейчас попробуем. 03. Сейчас посмотрим, что нам еще отдаст пинг онлайн. 1,17, 1,48, 1,47. Ну, к сожалению, имеем, что имеем. Больше всего, конечно, это будет внутри страны. На внешний мир вы все равно получите там какие-то цифры. Так что есть как есть. Ну, в общем-то, 10 гигабит у нас есть. Тестировать можем любые роутеры. Все зависит от принимающей стороны, отдающей стороны. Но при этом мы больше ориентируемся, конечно, на игровую индустрию. Сейчас в 2,5 гигабита. Потому что 2,34 мы можем получить практически от любого провайдера. Ну, слушайте, мне интересно, вот если мы сейчас попробуем на Францию поставить 100 потоков, максимальное количество. Вытянет ли она 100 потоков в реверсе и сколько она нам покажет? Ну, опять же, тоже нет. Многопоток, чего-то там не получается. Да ладно, слушайте, крутой провайдер у нас на самом деле. Мы очень этому рады. Можем тестировать, можем делать все. Поэтому самые лучшие обзоры у нас, самый крутой провайдер у нас. Провайдерам мы, конечно же, рекомендуем. И спасибо им огромное за то, что они откликнулись на наш тендер. Единственные, кто смогли обеспечить правильно техническую реализацию этого всего действия. Быстро, качественно, удобно. И уже в течение трех месяцев мы очень присматривались. Мы 3 месяца присматривались. И 3 месяца я вот думал, как это оценивать. Ну, спасибо им. По достоинству мы оценили. Ну, а если вам нравится такая информационочка обыкновенная в качестве влога, да, такого, ставим пальцы вверх, будем развивать эту тему. С вами был Бабл, на канале Технозон. Пока.